Авторынок удержался в плюсе. Авторынок удержался в плюсе, но ничего хорошего от будущего на нем не ждут. Газета «Коммерсант» номер 22 от 7 февраля 2019 года, СТР. 9. Российский авторынок в январе удержался от падения, начав год символическим ростом на 0,6%, несмотря на увеличение НДС и смещение части спроса на декабрь. Вайл, ведущий статистику, считает это хорошим результатом в сложившейся ситуации. Автодилеры и аналитики ожидают стагнации в первом полугодии при некотором оживлении продаж во втором с нулевым либо небольшим ростом по итогам года. Продажи легковых автомобилей и LCV в России в январе выросли на 0,6%, до 103,1 тысячи штук, сообщила АЭП. Глава комитета автопроизводителей ассоциации Йорк Шрайбер подчеркивает, что это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января. Самый быстрый долевой рост показали Genesis и Geely на 279% и 232%, соответственно, абсолютный третий по объемам продаж Hyundai на 2,1 тысячи машин, 24%, и шестая в рейтинге Skoda более чем на 1 тысячу машин, 23%. Лидер рынка Автоваз увеличил продажи на 3%, следующая за ним на 2%. Лидером падения и в абсолютном, и в относительном выражении стал Ford, чьи продажи снизились на 44%, до 1,7 тысячи 3,6% составит. По прогнозам РААТ и АЭП, рост продаж новых автомобилей по итогам года общий результат выглядит очень скромным по сравнению с итогами 2018 года, когда рынок вырос на 12,8%, до 1,8 миллиона машин. А в денежном выражении данный РААТ на 20,8% до 2,38 ТРЛН рубль, что без учета инфляции формально вывела сегмент на докризисный СМ. Твердый знак от 21 января. Однако в 2019 Горд и эксперты, и участники отрасли смотрели с пессимизмом, который результаты января оправдывают. Пока, к сожалению, мы видим снижение клиентской активности, чему способствовал повышенный спрос в декабре, говорят в автодилере «Авелон». Клиенты под влиянием изменения ставки НДС и подорожания у ряда брендов стремились купить автомобиль по выгодным ценам, что отразилось на продажах начала января. Мы входим во второй месяц года со сдержанными ожиданиями. Однако в компании подчеркивают рост продаж в ее салонах в 4,5 раза благодаря увеличению поставок востребованных моделей на 116%. Какой рост автопродаж прогнозируют в этом году наши результаты по группе компаний также на уровне прошлого года? Мы в рынке, отмечает руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «Автоспецентр» Александр Захаров. Такой уровень продаж, несмотря на рост НДС, обеспечен ажиотажем клиентов к прошлогодним стокам по цене 2018 года и ожидающимся ростом цен в феврале. Кроме того, статистика АЭП включает в том числе и корпоративные продажи. А исходя из нашего опыта могу отметить, что часть сделок декабря были закрыты только в январе. Результат января пока никак не повлиял на общий прогноз по году, отмечает господин Захаров. Он неизменен рост на 3-5% и предполагает стагнацию в первом полугодии и небольшое оживление во втором. Другой крупный дилер согласен с тенденциями по полугодиям, но не ожидает роста по итогам года вообще. Владимир Беспалов из ВТБ Капитала считает даже такой условный рост в январе. Успехом эксперт ожидал падение на фоне повышения цен в среднем на 2-6%. Он также оптимистичнее дилеров в прогнозах, ожидая увеличения продаж машин по итогам 2019 года на 6-7%. Дмитрий Бабанский из СПС Консалтинг называет январский рост статистической погрешностью, подчеркивая, что увеличение НДС будет и далее негативно сказываться на рынке. Наталья из Карлыгина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова